О бесчестности российской армии, как солдаты Кремля, пренебрегают офицерской честью. О войне в долгую. Британские разведки считают, что до конца года в Украине вряд ли будут военные сдвиги. О российских наемниках в правозащитную организацию «Русь сидящая» массово пишут родные заключенных, завербованных на войну в Украине, жалуются бедняжке на невыплату зарплат и большие потери. Ну и как раз вот тему того, что российские офицеры не знают, что такое офицерская честь. И сейчас в России в авиафорумах обсуждают, как более современные российские самолеты сбивают старые украинские самолеты. И почему-то этому радуются. То есть нет уважения к летчикам, которые поднялись с неба, понимая, что у них мало шансов. Тем более, что многие офицеры учились вместе в СРСР. Об этом и многих других вопросах в российской армии поговорим с нашим следующим гостем. Это Юрий Федоров, политолог, военный эксперт, бывший профессор МГИМО. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Юрий. Доброе утро вам. Юрий, скажите, пожалуйста, откуда в принципе вообще в российской армии взялась такая безнравственность и бесчестность, что российская армия способна в принципе на любую мерзость? Ой, это очень сложный вопрос. Я думаю, что корни-то уходят в советское прошлое. И если мы посмотрим, скажем, на войну в Афганистане, мы увидим, что российские офицеры... Я бы не сказал армия, но офицерский корпус являлся и является до сих пор, на мой взгляд, рассадником фашизма. Если посмотреть на то, что пишут офицеры, ну не только летчики, но и офицеры вообще любого вида войск в своих форумах, в своих записях в социальных сетях и так далее, что пишут российские военные телеграм-каналы. И вот здесь возникает ощущение, что эти люди обрываем какой-то невероятной агрессивностью, невероятной злобой, которая направлена не только против Украины сейчас, против своих коллег в вооруженных силах Украины, о которых, ну все, так сказать, логики, по всем правилам военной морали, вы воюете с противником, но вы должны его уважать, уважать, если он воюет честно и смело и храбро, но этого нет. Этого нет, есть ненависть, которая переполняет людей, которые... Ну вот я просто приведу несколько таких лозунгов, таких высказываний, которые достаточно типичные и встречаются в том или ином варианте более или менее постоянно. Ну, например, «Я русский, мне надоело извиняться». Перед кем извиниться? Оказывается, значит, вот раздражает авторов этого лозунга то, что от них требуют, ну хотя бы извиниться за выполнение всякого рода чудовищных приказов, там, скажем, бомбардировать или обстреливать мирные, ну гражданские объекты, целые кварталы и так далее, что, в общем, не принято, ну, по крайней мере, не принято гордиться этим в военной среде, в настоящей военной среде. Да, бывает немало случаев, когда во время войны есть так называемый побочный ущерб, но это считается грифом, это считается провалом в военных действиях, неудачей. Этого нужно избегать. Нет, здесь гордятся тем, что убивают мирных жителей, убивают тех, кого они называют укрытым, пренебрежительно. Вот, нужно убить как можно больше укров. Почему не сбросят там ядерную бомбу или атомную бомбу на Киев или еще на какой-нибудь город? Вот откуда взялось это? Я думаю, что корни уходят в систему комплектации российской армии, где, куда люди идут в офицерское училище, люди идут с очень серьезными психологическими гражданами. Комплексы министрирования успешны. Ну, дети. В этом дискоминации плескивают свою ненависть на все. В Чечне, где было 40 тысяч мирных жителей, как минимум, это то, что известно. А также, как те преступления, которые совершались в Афганистане в отношении мирных жителей. В общем, к сожалению, это характерная черта российского офицерского корпуса, который, на мой взгляд, является, ну, скажем так, питательной средой для фашистского режима, который является одним из опор фашистского режима, который установился в России и на который опирается, к сожалению. Ну, получается, что корни еще вот тянутся или прорастают еще и системы образования, потому что вот как-то вот мы привыкли, да, человек с высшим образованием, военные получают, офицеры, там, высшее образование, то есть они должны быть, скажем так, ну, выше, да, от уровня, там, среднестатистического обывателя, там, рядового, но, получается, после военных вузов России, вот, как бы, все только усугубляется у офицеров. Ну, это понятно, потому что, а кто учит в этих военных вузах? Ведь учат же, там, преподаватели, которые разделяют эти самые взгляды, те самые установки, настроения, стереотипы, которые присущи офицерскому корпусу. И вот ощущение собственной какой-то дискриминированности и неполноценности, это психология, это известно, перерастает в агрессивность по отношению к тем объектам, которые более слабые, на которых можно вылить и можно как-то изжить свои вот эти вот, свои комплексы обиды на весь мир. Вот это характерно и для старшего офицерства, и для генералитета. Ну, вот было же недавно опубликовано в Украине письмо или выступление, в общем, обращение начальника радиационной, войск радиационной, химической, биологической защиты, связанной с ситуацией на Запорожской АЭС. Он там пишет, мы выполним любой приказ, эта земля будет либо русская, либо выжженная. Ну, вот как с такими людьми иметь дело, понимаете? Они готовы выжечь чудовищное количество, огромное количество земли, просто ради выполнения какого-то безумного приказа командира или там президента. Вот такие настроения, с такой армией воюет Украина. Это страшно, это страшно и для России, я бы заметил. Но это, ладно, Россия там как-то сама должна разобраться, а вот в Украине нужно понимать, что это враг, который ни перед чем не останавливается, и для которого убийство и насилие – это некое такое естественное состояние, естественное состояние души, если хотите. Вы знаете, сразу вот вспоминается, ну как уж тут забыть, вот все зверства, которые российская армия делала в Киевской области, допустим, Буча, фотографии, откуда и истории о зверствах и военных преступлениях облетели весь мир. И в любой бы, наверное, армии мира офицеры должны были бы остановить то, что российская армия делала с украинскими гражданами. Стреляла просто на повал на улицах, насиловала и так далее. Но те же, наоборот, это все поощряли. Как думаете, можно ли считать этих офицеров такими же военными преступниками каждого офицера, как и президента России? Конечно, только просто преступления разные. Один отдаёт команды на совершение военных преступлений, другие их выполняют. Вот и те, и другие заслуживают, на мой взгляд, самого тяжёлого, самого строго наказания. И я бы не стал здесь... Знаете, иногда военные оправдывают себя. Вот был приказ, вот мы должны были выполнить его. Да, даже в российской армии есть такое положение, что если приказ преступный, если офицер считает приказ преступным, он имеет право обжалкивать его. Но я не знаю ни одного случая, чтобы российские командиры в тех же городах Киевской области, о которых вы сказали, ведь можно было отдать приказ подчинённым ни в коем случае вот эти преступления не совершать, пресечь их действия. Но так это уже не было. И не было ни одного случая, когда командиры могли оспорить выполнение преступного и исполнение преступного приказа. Они могли обращаться там куда-то к вышестоящим начальникам, говорить, вот такие приказы – это преступления против мирного населения. Это даже же не военная обстановка. Это не обстановка в боевом состоянии, когда просто идёт бой, либо вас убьют, либо вы убьёте. Это преступление в относительно спокойной ситуации, преступление по отношению к тем людям, которые не могут себя защитить. Ну и то, что офицеры это поощряли, ну вот это свидетельствует о том, что офицерский корпус поражён тем самым синдромом садизма, который вообще, к сожалению, характерен для, ну если не для всего, то для большинства, большей части российских военнослужащих. Вот я повторяю, это тот враг, с которым Украина борется. Это нужно иметь в виду всем украинцам. Ну, да, вы сказали поощряется, и поощряется, вот собственно говоря, сверху, потому что как-то, к слову, не вспомнить, что вот эта бригада, которая 64-я отметилась, в кавычках, в Буче, позже стала гвардейской, то есть их наградили ещё, вот собственно говоря, за вот их подвиги. Скажите, Юрий, я вот как бы тоже вот конкретные примеры поведения россиян. Вот вчера председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что вот руководящий состав россиян, руководящий, перебрался, ну или сбежал, скажем так, с правого берега, где находится Херсон, на левый, то есть подальше от украинской армии. Как вы считаете, вот как военный эксперт, о чём это свидетельствует, и как может повлиять на вот средний командный состав и низший? Ну, во-первых, это свидетельствует о том, что в российской армии, которая находится на правом берегу Днепра, и которая попала на самом деле в ловушку или в мышеловку, как угодно можно назвать, потому что мосты либо уже разрушены, как Антоновский мост, либо находятся в очень уязвимом положении. Вчера были сообщения о том, что мост или переправа в Новой Каховке уже сильно повреждена. Так что вот эта мышеловка, в которую попало где-то там 25-30 тысяч российских солдат и офицеров на правом берегу, она вот-вот захлопнется. Это понимают, конечно, и старшие командиры, и администраторы, которых прислала, из Москвы прислали в Херсон и в Херсонскую область, там устанавливать свои порядки, проводить референдум, так называемый, и так далее. Они понимают, что они могут попросту оказаться в ловушке. А как переправляться через Днепр, если начнутся обстрелы, если начнется штурм Херсона, или там войска ВСУ подойдут к Херсону, уже просто не останется времени для того, не останется возможностей. Ну что, не вплавь же они будут, ну, может быть, и вплавь кому-то пересекать Днепр. Это все понятно уже тем людям, которые там находятся. Они лучше других понимают, какой тяжелейшей ситуацией оказалась российская армия на правом берегу. Но и бегут. А для командиров, которые не могут сбежать, не могут бросить свои части от дезертирства, за это могут расстрелять. Ну вот они видят, как начальство убегает. Ну и, соответственно, боевого духа и боевого энтузиазма им это не прибавляет. Они думают, скорее, о том, как спасти свою жизнь, наверное. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. А спасти свою жизнь можно ним только двумя путями. Либо сбежать, либо сдаться, капитулировать, сдаться в плен, когда начнется контрнаступление. Потому что мосты будут уничтожены окончательно. Юрий, да, кстати, вот этот момент хотела тоже продолжить. Что вы в недавнем интервью нашим коллегам говорили, что российской армии необходима остановка войны прямо сейчас. Это именно по тем причинам, что вы говорите? Потому что дальше им будет только хуже? Ну и по этим тоже. Потому что, видите, российское командование, я думаю, по приказу Путина, совершило чудовищную ошибку. Такую ошибку, которую я не знаю, как даже назвать это, когда большую группировку 25-30 тысяч, там считается, значит, до 30 батальон тактических групп, ну и, соответственно, там другие войска поддержки, обеспечения и так далее, переброшены на правый берег. Зачем? Для того, чтобы, ну так объясняют, для того, чтобы либо наступать там на Николаев, или Кривой Рог, или не отдать Украине Херсон, не позволить деоккупировать. Я думаю, что был бы такой безоговорочный приказ Путина, настоятельный, не отдавать Херсон ни при каких условиях. Но вот перебросили. А теперь, ведь, если эти, если мосты уничтожены, все, эта группировка находится, значит, поставлять боеприпасы невозможно. Значит, группировка находится на грани уничтожения после того, как боеприпасы будут израсходованы. Они будут израсходованы, ну там, вопрос, это вопрос времени, вопрос интенсивности боевых действий. Теперь давайте посмотрим на другие фронты. Ну, прежде всего, на фронт под Донецком, да? Значит, оттуда перебросили все возможные, все, что только можно было, переброшено на юг для того, чтобы сдержать потенциальное, вот это вот готовящееся наступление ВСУ. А кто там воюет? Там воюют эти люди из так называемой народной милиции. Ну, в основном, Донецкой ДНР. Кроме того, туда отправляют всякого рода вот этих добровольцев, так называемых, в том числе и заключенных, которые вот в тюрьмах навербовали. Отправляют. Но воевать они, воюют они не очень хорошо. А некоторые вообще из рук вам плохо. Значит, теперь опять же, вот с точки зрения чисто военной, независимо от того, кому симпатизировать в этой войне, получается, что ослабили, очень сильно ослабили тот ключевой фронт, который в Москве считался чуть ли не решающим. Потому что Путин отдал приказ, опять же, уже давным-давно отдал приказ выйти на границы этих самых областей, Донецкой и Луганской. А как выйти на границу сейчас Донецкой области, если все резервы переброшены на юг? Если ничего не получается, пески взять не получается, Авдеевку не получается и так далее. Но двигаются там к Бахмуту, но такими темпами, когда еще можно там два года двигаться. Значит, вот опять-таки нелепость, полная нелепость. Нелепость номер один – это концентрация войск Мышеловки на правом берегу, в ловушке. И нелепость номер два – это ослабление фронта под Донецком и вообще на Донбассе в целом. Спасибо вам. Спасибо, Юрий. Мы вас услышали, вынуждены прощаться. С нами в студии был Юрий Федоров, политолог, военный эксперт и бывший профессор МГИМО. Спасибо вам. Спасибо.